Сегодня в программе «Скрытые угрозы» с Николаем Чендяйкиным. Уникальное генетическое исследование. Было ли татаро-монгольское иго? И зачем немец Герард Миллер переписал историю Древней Руси? Сочинение какого-то шамана, доведшего себя до совершенно фантазийного состояния. Это писал Ломоносов. О чем хотел сообщить Михаил Ломоносов перед смертью, но не успел? Сам термин «золотая орда» названием он вообще никогда не был. Кроме того, грипп атакует. Почему в этом году от него на Украине уже погибло больше людей, чем в прошлом? Грипп сегодня является самой опасной массовой инфекцией, вызывающей самое большое количество человеческих смертей. Зачем в Японии создали самый опасный штамм гриппа, против которого бессилен человеческий иммунитет? Грозит ли нам новая пандемия? Даже в условиях московского стационара погибли тысячи людей. Смертность 60% выше, чем при чуме и натуральной оспе. А также, почему новые машины ломаются сразу после окончания гарантийного срока? Случайность или заговор производителей? Мы так сильно прыгнули вперед, что как бы штаны не порвать. Вы за рулем. Но кто действительно рулит? Кто может дистанционно перехватить управление вашей машиной? Что сделает производитель этих машин? Опеля, да, БМВ, Мерседеса, Фольксвагена и так далее. Но они их выключат просто. С вами Николай Чиндяйкин и программа «Скрытые угрозы». Здравствуйте. В 2018 году ученые из России, Эстонии и Великобритании провели исследование русского генофонда. И были крайне удивлены результатами. У нас оказалось много общего не только с украинцами и белорусами, но и со шведами, норвежцами, немцами, ирландцами и даже с иранцами. И ни одного общего гена с монголами. Вот школьный учебник истории. В нем красочно описывается завоевание русских земель монголо-татарскими воинами. Как же так получается? Русь находилась под гнетом Золотой Орды почти 250 лет. И за такое длительное время монголы совсем, совсем не оставили следов в русском генофонде. Так было ли монголо-татарское иго на самом деле? Может быть, история нашего государства была искажена умышленно? Тогда кому было выгодно скрывать реальные события? Если разобраться, великое монгольское ханство возникло практически на пустом месте. Сначала это были разрозненные кочевые племена, которые вдруг, без видимых на то причин, объединились в 1224 году в государство с огромной территорией. Это официальная версия. Вчера были разрозненные монгольские племена, сегодня уже есть непобедимая армия. Как это могло быть? Из ничего возникнуть это все? Сегодня многие эксперты говорят, что для объединения монгольских кочевых племен в единое государство не было никаких объективных причин, ни экономических, ни политических. Но больше всего загадок связано с личностью самого Чингисхана. Часть исследователей считает, что его настоящее имя – Темуджин. Он был сыном вождя одного из монгольских племен, обладал даром полководца и прожил долгую жизнь. Но для других исследователей далеко не все так однозначно. Могила Чингисхана до сих пор не найдена. Фактических доказательств его существования нет. Сами монголы только в 20 веке узнали от европейских ученых, что их предки покорили полмира. Современник монгольских войн, персидский историк Рашид Аддин писал, что в роду Чингисхана дети рождались большей частью белокурые и с серыми глазами. Похоже, описывали и облик Батыя, завоевавшего Русь. Светловолос, светлоборот, светлоглаз. Последние открытия в области ДНК-генеалогии могут показать географическое распространение различных гаплогрупп, то есть общих ДНК-маркеров, которые передаются по мужской линии с Y-хромосомой от отца к сыну. Были исследованы жители центральной части России, той самой, где когда-то были расположены основные древнерусские города. Так вот, среди предков местного населения традиционно азиатские гаплогруппы выявлены не были. Иными словами, в генеалогии нет никаких следов монголо-татарского ига, что было бы невозможно в случае практически 250-летнего господства степных кочевников на наших территориях. Но почему тогда мы много лет были уверены, что монголо-татарское рабство – важная часть нашей истории? Некоторые исследователи считают, ига – миф, созданный в Европе в 15 веке. Автор книги «Запад и Россия. Тысячелетняя война» Ги Метан считает, дело в многовековой русофобии, которая началась гораздо раньше, чем предполагаемая монголо-татарская ига, а именно после великого религиозного раскола в 1054 году. Тогда Папа Римский и Патриарх Константинопольский не поделили власть, что привело к разделению церкви на римско-католическую на западе и православную на востоке, с центром в Византии. А когда та пала, ее место заняла Русь, а позже – Российская империя. И католическая церковь уже по инерции начала действовать против нее. Логично и все понятно, почему именно так было ничего личного. Это чистая политика, только средневековая. С подачей католиков родился миф об ущербности и отсталости православных. И этому мифу нужно было историческое обоснование. А история с более чем двухвековым подчинением Руси диким кочевникам как нельзя лучше доказывала этот миф. Первое описание монголо-татарского ига мы находим у немецкого историка Герарда Миллера. Причем оно сделано очень красочно, словно Миллер сам был очевидцем. И все бы хорошо, если бы Миллер не жил в 18 веке. Известный русский ученый Михаил Ломоносов сразу же уличил немца, что тот перевирает российскую историю. То, что вот написано немцами, это как будто сочинение какого-то шамана, обкурившегося дурманом и, так сказать, скорым величением на одной ноге, доведшего себя до совершенно фантазийного состояния. Это писал Ломоносов. То есть вы можете представить, до какой степени его представления о российской истории расходились с немецкими. Но Миллеру все сходило с рук, как любимчику императорского двора при Анне Иоанновне. Чтобы опровергнуть его, Ломоносов создал свой труд, но издать книгу при жизни не успел, и она вышла уже после его смерти под редакцией Герарда Миллера. Так немецкая версия стала бесспорной. А вот еще странность. В русском языке нет абсолютно никаких заимствований из монгольского. Вы знаете, не только монгольских слов. У нас на России осталось ничего монгольского вообще. Ни языка, ни культуры, ни обычаев. Ноль. Сегодня у исследователей монголо-татарского ига появляется все больше вопросов. Почему пришлые кочевники нигде не насаждали свою культуру? И, кстати, никто толком не знает, какой она была. Почему были предельно лояльны к христианству, которое исповедовали русские? Почему русские князья постоянно роднились с татаро-монголами? Легендарного князя Александра Невского называют побратимом сына Батыя Сартака и приемным сыном самого Батыя. С европейской знатью таких братаний у русских князей не было. Это позволило в некоторых из новгородских летописей упоминать Александра Невского не как Александра Ярославовича, а как Александра Батыевича. Вторжение Батыя происходило в разгар междоусобных войн, и именно он упорядочил механизм престола наследия и пресек сепаратистские настроения. А во время походов монголо-татар на Западную Европу ничего подобного не было. Орда сжигала и грабила города, но ее ханы никаких ярлыков на княжение не вводили и вертикаль власти не выстраивали. Сам термин «золотая орда» он тоже сильно более поздний. Более того, с самоназванием он вообще никогда не был. Это у нас стали довольно поздно уже называть вот эту орду золотой. К тому же «орда» — это русское слово. Слова «армия» и «войско» закрепились в русском языке только при Петре Первом. А до этого любую армию на Руси называли «ордой». Шведская орда, немецкая орда, орда залезская. Возможно, слово «орда» и нужно воспринимать буквально, в его исконном значении, просто как армию. Армию русских князей из разных городов, борющихся между собой во времена междоусобицы. Посмотрите на икону «Житие» преподобного Сергия Радонежского. Здесь подробно изображены сцены Куликовской битвы. С одной стороны — татары-монголы, с другой — русские. Видно, что у воинов с обеих сторон славянские черты лица. Одни и те же доспехи, знамена. Согласитесь, больше похоже на гражданскую войну. Но, по мнению историков, разгадка проста. В то время иконы рисовали строго по существующим канонам, то есть правилам. И иконописцы должны были изображать воинов именно так. Посмотрите еще на одну икону. Она называется «Рождество Христово». На ней воины, убивающие младенцев в Вифлееме, тоже выглядят как русские богатыри. Но, с другой стороны, посмотрите на этот рисунок из гробницы польского князя Генриха Второго Набожного, который был убит на Легницком поле. Из классической истории нам известно, что, завоевав Русь, войско Золотой Орды под руководством внука Чингисхана, хана Батыя, стало совершать набеги и на Европу. И в апреле 1241 года Генрих Второй стал жертвой одного из таких монголо-татарских набегов. Надпись на его гробнице гласит «Фигура татарина под ногами Генриха Второго, герцога Силезии, Кракова и Польши». Как мы видим, у этого татарина совершенно русские внешность, одежда и оружие. А ведь никакие каноны на этот рисунок не влияли. А что на эту тему есть в русских источниках, в летописях? Там нет ни слова о монгольских захватчиках. Однако полное отсутствие документов, описывающих иго, не помешало сначала служителям римской католической церкви, а потом и европейским историкам в самых ярких красках описать монголо-татарское нашествие, которое сделало из России в глазах Европы варварскую, отсталую страну. Есть над чем задуматься. Не правда ли? Смотрите далее. Гриб атакует. Почему в этом году на Украине от него уже погибло больше людей, чем в прошлом? Грозит ли нам новая пандемия? Даже в условиях московского стационара погибли тысячи людей. Смертность 60% выше, чем при чуме и натуральной оспе. А также, почему новые машины ломаются сразу после окончания гарантийного срока? Случайность или заговор производителей? Мы так сильно прыгнули вперед, что как бы штаны не порвать. Вы за рулем. Но кто действительно рулит? Кто может дистанционно перехватить управление вашей машиной? Это и многое другое в программе «Скрытые угрозы» с Николаем Чендяйкиным. Декабрь 2019 года. Ханой охвачен хаосом. С утра люди чувствуют себя здоровыми, а к полудню каждый 50-й больной погибает в муках, кашляя кровью. Это гриб. Новый смертельно опасный штамм. Перепуганные власти на грузовиках вывозят тела за черту города и сжигают их на открытых кострах. Войска не способны обеспечить соблюдение карантина. Врачи Всемирной Организации Здравоохранения работают без сна и отдыха, тщетно пытаясь локализовать вспышку при помощи антивирусных препаратов. Но это не помогает. И вирус распространяется на север, в Монголию и Сибирь, а потом на запад, на Украину, в Румынию, Хорватию и Турцию. В феврале 2020-го США и другие страны объявляют чрезвычайное положение. На улицах появляются военные патрули, аптеки атакуются мародерами, люди в спешке покидают города, мир погружается в хаос. Эта картина кажется фантастической, но именно так, по мнению ученых, будет развиваться новая глобальная пандемия гриппа. За считанные месяцы могут погибнуть 150 миллионов человек. Вирусы гриппа, если они заражают человека, они вызывают смертность 60% выше, чем при тюме и натуральной оспе. Я считаю, что вирусные инфекции, натуральная оспа и грипп могут в обозримом будущем поставить на колени человеческую цивилизацию. Судьба земного шара зависит от баланса невидимых сил мутации и естественного отбора и действий правительства. Каждый год нас пугает эпидемия гриппа. Птичьи, свиной, все смертельно опасные, стращают ежегодно, но ничего не происходит. И мы потихоньку расслабляемся. И нам уже кажется, что все это происки фармацевтических компаний, чтобы мы покупали больше лекарств. Но так ли безобиден грипп и не рано ли мы расслабились, отказываясь сделать прививку? В этом году от гриппа на Украине уже погибло в 4 раза больше людей, чем в прошлом. С начала эпидемического сезона там скончалось 64 человека, среди которых 12 детей. И есть мнение, что все это не случайно. Донбасс сегодня практически идеальное поле для испытаний любых препаратов. Огромное количество кураторов от НАТО и различных здравоохранительных миссий дают возможность абсолютно спокойно провести туда под видом лекарств что угодно. Но почему именно вирус гриппа могли выбрать для тестирования на людях? Всего существует 4 основных вируса. Но эти 4 вируса за счет разных своих сочетаний могут дать до 4000 видов разных заболеваний. Поэтому грипп сегодня является самой опасной массовой инфекцией, вызывающей самые большие эпидемии, самое большое количество человеческих смертей. Возможно, на границе с Россией идет испытание неизвестных препаратов и вакцин, содержащих живые вирусы. В последние годы каждая вспышка банального ОРЗ уносит тысячи наших сограждан. А раньше летальных случаев были единицы. Совпадение или нет, но это стало происходить после того, как американцы отказались соблюдать Международную конвенцию по контролю за биологическим оружием. Сегодня доподлинно известно о 14 американских лабораториях на границах с Россией. 13 из них находятся на Украине и одна в Грузии. В лаборатории Лугара производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении. Уверен, что в Грузии производят сибирскую язву, чуму и так называемый свиной гриб. Чего нам ждать и бояться этой зимой? И почему гриб называют едва ли не самым опасным вирусом на планете? Самая страшная эпидемия гриппа случилась в 1918 году. Тот гриб назвали испанкой. Он убивал миллионами, выкашивал целые города. Несмотря на название, испанский грипп возник в Китае. Оттуда попал в США, потом в Европу. Скорость развития болезни пугала даже видавших многое врачей. В считанные часы температура подскакивала до 40. Начинались боли в голове и мышцах. Затем болезнь поражала легкие, вызывая сильнейшую пневмонию. Чаще всего на второй-третий день наступал летальный исход. Всего за два года испанкой переболело более четверти населения всей планеты. А смертность, по разным оценкам, составила от 50 до 100 миллионов человек. Возможно ли повторение тех событий сегодня? Почему грипп каждый год возвращается, и несмотря на массовую вакцинацию и современные лекарства, человечество до сих пор не может его победить? Другое название гриппа инклюенса, что переводится с итальянского как влиять. Древние римляне считали, что только влиянием планет, звезд и Луны обусловлено такое молниеносное распространение болезни. А более привычное слово «грипп» происходит от английского слова «грипп» — «захват». Грипп чрезмерно заразен. Вирус постоянно мутирует, поэтому сложно предугадать, какой именно штамм появится в следующий раз. За последние два десятилетия возникло несколько опаснейших видов, и некоторые из них — ближайшие родственники той самой испанки. Например, штамм свиного гриппа. Испанка, которая разразилась во время Первой мировой войны, унесла в 10 раз больше человеческих жизней, чем вся Первая мировая война. Этот грипп может вернуться в любой момент. Но, казалось бы, в век развития технологии и фармакологии неужели крупнейшие компании не могут объединиться и создать лекарство, которое раз и навсегда избавит нас от этой болезни? А может быть, могут, но просто не хотят? Ведь ежегодно грипп помогает фармакомпаниям заработать миллиарды долларов США. Зачем же создавать препарат, который может излечивать опасное заболевание? Грипп для кого-то это трагедия, тот, кто болеет, а для кого-то это заработок. Вот крупные фармкорпорации сейчас продают огромное количество лекарственных препаратов от гриппа. Вы должны понимать, что большая часть этих лекарственных препаратов, к сожалению, не работает. Многие рекламируемые и продающиеся в аптеке препараты от гриппа на деле оказываются или пустышками, не имеющими лечебных свойств, или слишком токсичными, с огромным перечнем побочных эффектов, таких как мигрень, нарушение функции почек, психические расстройства. С одним таким препаратом недавно как раз был скандал. ВОЗ рекомендовала его как самый эффективный препарат для лечения гриппа, после чего продажи медикамента подскочили на тысячу процентов. Но количество заболевших, как отметили многие врачи, не уменьшилось. Поэтому специалисты международной организации Cochrane Collaboration, которая изучает эффективность медицинских средств, провели собственное независимое исследование и признали разрекламированный препарат неэффективным, а в некоторых случаях даже опасным для здоровья. Тут же заговорили о сговоре ВОЗ и фармкомпании, в результате которого нечистоплотные дельцы обогатились на круглую сумму. А чего ожидать нам сегодня? Грозят ли человечеству новые формы гриппа? В 2014-м британская газета Daily Mail сообщила пугающую новость. Профессор вирусологии из Японии Йошихиро Каваока рассчитывал разработать вакцину от гриппа. Но вместо этого у него получился новый, еще более смертельный вирус. Группа Каваоки, я его прекрасно знаю лично, очень крупный, серьезный ученый. Им удалось путем генной инженерии создать такие варианты вируса, которые в определенных строго ограниченных лабораторных условиях обладают повышенной вирулентностью. И, конечно, это очень опасно. Если новый штамм покинет стены лаборатории, человечество ожидает новая пандемия, смертность от которой превысит смертность от чумы в средневековой Европе, когда по разным оценкам погибло от 30 до 60% населения. Сценарий пока звучит фантастически. Но как отнестись к факту, что даже от простого гриппа смертность в российских больницах возросла сегодня в несколько раз? Даже в условиях московского стационара, в отделении реанимации, до половины больных, вот 3-4 года назад, когда была тяжелая очередная пандемическая вспышка, погибала. Погибли тысячи людей. Это только в России. Вот что такое грипп. Что же делать? Можно ли остановить сезонную эпидемию? От гриппа нужно защищаться. Вы должны понимать, что грипп приходит всегда. Прививка сегодня это самое надежное средство. Кто бы что ни говорил. Вот есть, знаете, такая антипрививочная компания, не будем делать прививки. Ребят, миллионы людей погибают. Все думают, ну, во всяком случае, многие думают, что грипп передается только воздушно-капельным путем. На самом деле, чаще всего, контактным. Поэтому мыть руки перед едой по возвращении домой советы не столько банальные, сколько ценные. Взявшись за поручень в автобусе или получая сдачу в магазине, можно заболеть. Ученые выяснили, бумажные деньги являются отличным рассадником для инфекции. Грипп сохраняется на них больше двух недель. Поэтому деньги в некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами. А в Японии деньги стирают при 200 градусах в специальной стиральной машине. Однако, как мы видим, и это не помогает. Вирусы мутируют. Новая пандемия гриппа, которая будет уничтожать человечество, нам, как видно, не избежать. Мы так сильно прыгнули вперед, что как бы штаны не порвать. Вы за рулем. Но кто действительно рулит? Кто может дистанционно перехватить управление вашей машиной? Что сделают производители этих машин? Опеля, да, БМВ, Мерседеса, Фольксвагена и так далее. Но они их выключат просто. Это и многое другое в программе «Скрытые угрозы» с Николаем Чендяйкиным. Тормоза придумали трусы. Во всяком случае, так уверяют любители разогнать свой личный болид до предельной скорости. Причем не только на трассе, но и в городской среде. Для них главная педаль в автомобиле – акселератор. Прибавить газу ведь так просто. В превышении скорости на сегодняшний день основная причина автокатастроф. Ежедневно в мире в ДТП погибает свыше трех тысяч человек. Еще свыше ста тысяч получают серьезные травмы. Впрочем, виновником аварии не всегда становится человеческий фактор. Часто подводит и сама техника. Причем та техника, которая с конвейера сошла всего пару-тройку лет назад. Раньше автомобиль исправно служил своему хозяину долгие годы. А сегодня, как только истекает срок гарантии, автомобиль становится аварийно опасным. Почему так происходит? Сейчас разберемся. Еще несколько десятков лет назад инженеры ведущих концернов соревновались друг с другом, делая свои модели автомобилей прочными и долговечными. Тенденция 21 века иная. Потребители должны менять машины как можно чаще. Люди как в какой-то момент поняли, что автомобиль, который ездит 10, 15, 20 лет безотказно, он, скажем так, приносит не те деньги, которые хотелось бы. В результате во главе угла при конструировании автомобилей стали требования маркетологов. Сейчас с точки зрения маркетологов было бы очень здорово, если там в конце гарантийного срока автомобиль вдруг неожиданно разложился бы там на воду, залу и какой-то углекислый газ. Производитель делает все для того, чтобы детали вашей блестящей новенькой иномарки по истечении гарантийного срока или ломались, или были изъедены ржавчиной. Окончание гарантийного срока фактически гарантирует окончание беззаботной жизни автолюбителю. Все знают, что периодически надо менять свечи. Маркетологи посчитали, что этого недостаточно, как бы хорошо бы продать еще что-нибудь помимо свечей. Сделали катушки зажигания раздельные. В результате вылетает сначала одна катушка, потом вылетает вторая. Ну, с периодичностью раз в неделю начинают вылетать катушки зажигания. Причем большинство деталей, вышедших из строя раньше положенного срока, казалось бы, кардинально не влияют на основные узлы автомобиля. Предъявить претензии к поставщику будет не так-то просто, а заменить деталь необходимо. Простой пример – светодиодные лампы, которые, казалось бы, должны служить вечно. Когда первые светодиоды появились, всем говорили, что главная прелесть светодиодов – это они практически вечные. Ну, прогресс не стоял на месте. Значит, светодиодные фары перекочевали и в автомобиле, и тут господа маркетологи почесали репу и сказали, как так, подождите, подождите. Кажется, мы лоханулись, они же вечные светодиоды. Я не знаю, каким образом, я до сих пор не могу понять, но факт то, что светодиоды умудрились сделать не вечными. Как правило, многие запчасти-расходники, вышедшие не вовремя из строя, в огромном количестве существуют во всех дилерских центрах производителя. Приходи и покупай. Вот только цены на эти детали кусаются, а иногда их надо приобретать в составе целого блока. Плюс стоимость ремонта. Именно поэтому многие автолюбители, посетив несколько раз автотехцентр, задумываются о покупке нового авто. Но самое печальное, некоторые детали выходят из строя в самый неподходящий момент. Нередко прямо во время движения, а это наряду с погодными или природными факторами может привести и к печальным последствиям. Потенциальную угрозу для автолюбителей может представлять и электроника, которой буквально нашпигованы популярные модели концепт-каров. В том числе и детище Илона Маска, электромобиль Тесла. Инновационный седан, оборудованный системой автопилотирования, нередко дает сбой. Не так давно в США произошло сразу несколько инцидентов, связанных с электромобилем. И некоторые из них закончились летальным исходом. В компании Тесла уверяют, беспилотные автомобили – это как начало освоения космоса. Прогресса не бывает без ошибок. У большинства автоэкспертов иное мнение. Мне вообще кажется, что с идеями, что вот-вот автопилоты – это наше будущее, мы так сильно прыгнули вперед, что как бы штаны не порвать. Я считаю, что к ним надо крайне аккуратно относиться. И вторая, самая важная проблема нашей с вами человеческой – вот я как человек не хочу, чтобы по моей дороге поехал автопилот. Меня пока не убедили, что это будет безопасно. И это пока действительно небезопасно. Подводит все та же электроника. Главные причины аварий напрямую связаны с системой позиционирования и слежения. Проще говоря, в самый нужный момент ни радар, ни камера не замечают опасного препятствия. А ведь за этой ошибкой стоят человеческие жизни. Это ведь не единственный случай отказа всевидящего ока Теслы. Аналогичная авария в августе этого года произошла на МКАДе. Водитель электрокара простым нажатием кнопки передал управление автопилоту. Расслабиться и отдохнуть не получилось. Буквально через несколько минут автомобиль на полном ходу врезался в припаркованный в левой полосе эвакуатор. Ни электроника, ни опытный глаз водителя вовремя обнаружить препятствия на дороге не смогли. Или не успели. От мощного удара электрокар загорелся. К счастью, обошлось без жертв. Пассажиров и водителя спасли очевидцы аварии. Но это лишь дело случая. Кстати, лишиться управления своим железным конем можно не только по собственной воле. Бортовые компьютеры, установленные на современных моделях, уже давно подключены к всемирной паутине. Это американские хакеры Чарли Миллер и Крис Воласик. В ходе эксперимента им удалось дистанционно взломать бортовой компьютер в автомобиле своего друга и перехватить управление. О боже, появилась фотография Чарли и Криса. Хакеры смогли включать музыку на полную громкость. Подавать звуковые сигналы, активировать стеклоомыватель и дворники. А главное, они смогли отобрать доступ к рулевому управлению и получили полный контроль над тормозной системой автомобиля. Разные группы хакеров по миру не раз демонстрировали, как они захватывают управление, перехватывают управление автомобилем. Мы могут, например, остановить автомобиль прямо на ходу в левой полосе на 100 км в час, вырубить мотор. Я даже не буду обсуждать страшный сценарий включить тормоза, например, или отключить их наоборот. Впрочем, не обязательно быть взломщиком. Доступ к программному обеспечению в первую очередь имеют сами производители. Вот этот доступ, он только у компании-производителей. И что она туда заложила, какие функции дополнительные по контролю, управлению, блокировке, мы не знаем. И залезть в этот второй инженерный уровень, я даже не представляю, как. То есть при попытке залезть во второй инженерный уровень, скорее всего, заблокируется вообще весь компьютер. Контроль остается за фирмой-производителем и тем, кто за ними стоит. Вот они это контролируют. Не стоит забывать, что основные фирмы-производители находятся в странах Западной Европы. И эти страны входят в блок НАТО. Представьте себе, НАТО готовится к войне с нами. И вот представим себе, что они вдруг захотят устроить локальный конфликт, тактический конфликт, какой угодно конфликт, при этом у нас вся элита на машинах НАТО ездит. Что сделает производитель этих машин? Опеля, БМВ, Мерседеса, Фольксвагена и так далее. Но они их выключат просто. Такой сценарий пока, конечно, выглядит фантастическим. А вот вмешательство спецслужб в управление вашим авто уже давно не фантастика. С помощью внешнего воздействия можно спланировать и организовать автокатастрофу, которая будет выглядеть как несчастный случай. Самый известный пример гибель принцессы Дианы. Многие специалисты уверены, королевскую особу устранили целенаправленно, использовав специальное устройство, разработанное в ЦРУ, так называемые бостонские тормоза. Одна из версий от ликвидации принцессы Дианы, я так думаю, что одна из версий вполне возможно, что поработали как раз над программным обеспечением по управлению автомобилем. Скорее всего, заглушили двигатель и заблокировали тормоза. Спецслужбы могут взять под контроль не только системы управления автомобилем. Им по силам узнать ваши сокровенные тайны. Многие и не догадываются, что современные системы автосигнализации уже сами по себе шпионы. Через спутниковые сервисы можно легко прослушивать все ваши разговоры внутри автомобиля. Где кнопка «Аларм», значит, там заложена уже функция аудиального контроля и помещения, и салона автомобиля. Через те функции, которые уже заложены в GPS-трекер и в тот бортовой компьютер, который стоит на автомобиле. Поставить дополнительные микрофоны на оптоволокне не представляет серьезной какой-то проблемы для фирмы-производителя. И никакой микрофонной завязкой вы не определите, есть они или нет. Для негласной прослушки, конечно, нужны веские основания. И если вы не нарушали закон, то и бояться вам нечего. А вот когда вы станете представлять интерес для той или иной спецслужбы, узнать, прослушивают вас или нет, будет практически невозможно. Так что рано считать, что сев за руль своего железного коня, вы полностью контролируете ситуацию, причем не только на дорогах. Как выяснилось, послушный друг вполне может стать и вашим врагом. История с уязвимостью систем управления автомобилем вызвали широкий резонанс США. О новых повышенных мерах безопасности задумались не только владельцы автоконцернов, но и законодатели. Ведь только в Штатах взломать можно сотни тысяч автомобилей. А что если это произойдет одновременно и не в ходе эксперимента, а в результате крупномасштабной хакерской атаки? да еще и густонаселенных городах? Что мы получим? Хаос на дорогах и гибель сотен, а то и тысяч людей. Вероятнее всего, меры безопасности будут приняты. Вопрос, надолго ли их хватит? Ведь прогресс не стоит на месте. Это была программа «Скрытые угрозы» и я, Николай Чиндяйкин. Увидимся через неделю. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова